девчонки приветствую вас на своем канале вязание статьяной и сегодня в данном видео я хотела бы сделать тест обзор по пряже я уже отвязала образец и даже его постирала почему постирала потому что я когда вязала образец я не думала о том что я буду снимать такой обзорчик да но постирав я подумала что вам возможно было бы очень интересно и может быть кому то что очень интересно а просто кому-то было бы интересно если вы решитесь приобрести такую пряжу да поэтому именно по этой причине я думаю что каким-то образом может быть данный быть информативным для людей которые планируют вязать из такой пряжи и так что же это за пряжи девочки это итальянская бобинная пряжа альпака филе то ли лап сирио если интересно номер цвета то номер цвета 1014 горчичный серебром если смотреть на него визуально да то получается здесь такой шнурок с люрексом когда трогаешь этот люрекс да он кажется таким жестковатым девочки вот таким грубеньким шершавеньким похожим на шнурок пряжа очень мягкая очень приятная смотрите такая классная пряжа шнурочек такой для любителей люрекса да я люблю как сорока на все такое блестящее значит повторю название альпака филе то ли лап сирио итальянская бобинная пряжа в двести восьмидесяти граммах ой в 100 граммах 280 метров девочки по своему составу 50 процентов baby альпака 10 процентов мериносовый меринос экстра файн даже 15 процентов полиамида и 20 процентов полиэстер вот такой прекрасный состав у данной пряжи когда ее берешь в руки до ниточку его видно даже вот так я думаю вам видно камера передает пушок вот этот вот и такой вот ну вообще классный такой пушок знаете он не колется он не не знаю как сказать единственное что здесь ощущается это вот шероховатость от этого шнурка люрекса вот за счет вот этого пушка он такой мягкий мягкий прям такой очень очень приятный вообще я когда выбирала эту пряжу я не сразу на нее обратила внимание там три раза ходила по магазину да это чтобы время убить пока ждала пока мне бобинки наматывали я только с третьего захода по кругу я ходила в магазине из третьего захода мой взгляд упал и зацепился на эту пряжу потому что так она стоит бобинки ну вроде ничего особенного нет и когда вот я ее увидела там было несколько расцветок да мне понравилось именно вот это я даже поняла что я хочу с нее связать вот сегодня начну но это не об этом и так я решила перед тем как начать вязать естественно отвязать образец вот я его замерила девочки то есть десять с половиной сантиметров ширину он у меня был и шесть с половиной в длину постирала я его стирала естественно жидким порошком хорошо так натерла потерла да и на батарейке его высушила в итоге я вот здесь замеряла да вот тут вот по самому широкому месту то есть перед тем как отправить стирку девять с половиной где-то на сантиметр почему-то у меня уменьшился ну меньше стал в ширину и в длину 6 половиной он так и остался то есть в ширину он у меня на пол сантиметра где-то да на сантиметр меньше стал сузился забилось может быть ну прям так вот раскрылась пряжа но он вот сузился и он в себя может быть и это втянул я не знаю первый раз буду вязать из бобинной пряжи но факт остается фактом факта что перед тем как постирать он у меня был 10 с половиной сейчас он где-то 9 с половиной даже в самом широком месте у меня 9 с половиной вот высоту он меня так и остался то есть он у меня уменьшился только в ширину девчонки и что могу сказать после того как вот он вы стирался у меня высушился да я не знаю надо его отпаривать или нет зачем может быть и над конечно через марлю но если говорить о тактильности по ощущениям вот этой пряжи вот этого шероховатости да про которую я вам говорила вот здесь то что ощущается вот это вот шероховатость этого шнурка это и шершавости шероховатости нет то есть совсем нет видите она пряжа такая мягкая мягкая стала она и была ты мягкая да и вот этого уже люрексовского но грубости вот это его нет и он еще больше распушился он стал прям пушистик пушистик смотрите кстати образец вот этот я вязала на спицах номер четыре я на четверочке и буду вязать изделие вот и мне кажется что хорошо держит он резинку 2 на обычная резинка 2 на 2 девочки вот смотрите не колется даже к шее я его прикладывала он не создает совсем никакого чувства колкости да но тут все-таки состав baby альпака рассчитана пряжа на детишек на их чувствительную нежную кожицу то есть после стирки вот это вот итальянская пряжа она раскрылась и стала такая мягкая мягкая прям пушистая пушистая девчонки поэтому если встретите такую пряжу и захотите из нее вязать что-то то вяжите не стесняйтесь берите не вернее не переживайте о том не то что не стесняйтесь не переживайте о том что данная пряжа будет как-то принесет какой-то дискомфорт вам или тому кому вы вяжете ну и на этом наверное все я думаю достаточно этого для обзора я буду вязать вот такой образец то так вот он выглядит смотрится я буду продолжать из нее вязать изделие вернее начинать только потом и вязать и я думаю что то что у меня получится на спицах будет очень красивым я просто в этом уверена что будет красота девчонки все девчонки заканчиваю на этом надеюсь кому-то пригодится мой такой обзор все спасибо за просмотр и всем пока пока а